Ребята, всем привет! Сегодня мы с пацанами решили провести просто офигенные соревнования. Проигравший, как всегда, получит жесткое наказание. Вы знаете, что мы любим жестить, но в этот раз все будет без жертв. Но это наказание никто из ребят точно не хотел бы выполнять. Кстати, вот и оно. Древесный уголь. Кто догадался, напишите в комментариях, что это будет. А кто нет, слушайте. Проигравший откроет этот пакет, наденет его себе на голову и будет трясти в течение 5 секунд. Я вам отвечаю, это будет очень смешно и максимально забавно. Но а тот, кто это будет делать, я ему вообще не завидую. И, кстати, ребят, есть одно интересное предложение. Давайте в одни из соревнований пригласим какого-нибудь крупного блогера. Устроим зарубу команда на команду. Это будет самая эпичная битва Ютуба. Давайте, если под этим роликом наберется 200 тысяч лайков, я беру телефон, звоню ему и говорю, все, приезжай, будем снимать видос. Ну, 200 тысяч, он реально очень крупный блогер, поэтому и такая цифра. Все зависит только от вас. Ну, а пока что давайте перейдем к правилам сегодняшних соревнований. У нас есть 4-метровая стена, к которой мы прицепили одну половину липучек. Другую половину липучек мы прицепили на костюм. И теперь, если они соприкоснутся, то склеются. Но не все так просто. У нас есть еще вот такой вот мини-батут, а также вот такой вот подиум. Участник должен взять разбег в размер этого подиума, разбежаться и в одно касание, то есть не вот так вот, а в одно касание, прыгнуть на стенку. Как-то так. Кстати, сама идея липкой стены была взята из японского шоу. Но вот то, что мы сделали внутри ролика, это офигенно. На стене есть разметка очков, которая будет мериться по кончикам наших пальцев. То есть, допустим, сейчас количество очков составляет 40. Но есть важный момент. Если участник прыгнул вот так вот, то результат будет браться по нижней руке. То есть нужно обязательно вытягиваться. И еще важный момент. Нужно провисеть на этой стене минимум 5 секунд. Если вы прыгнули и тут же упали, то количество очков составляет 0. Ну, а всего будет 4 этапа. И в каждом этапе будут какие-то усложнения. Ну, а что это будут за этапы и что это будут за усложнения, вы узнаете в ходе этого видеоролика. Так, пацаны, на исходную. Сегодня я буду строгим судьей и буду следить за тем, чтобы пацаны не нарушали правила. Да начнутся соревнования между участниками команды Дюшес. Кстати, пацаны, вы знаете, почему мы настоящая команда? Ну, потому что мы друзья. И потому что мы снимаем видеоролики вместе. Потому что мы 24 на 7 вместе. Мы команда. Потому что у нас есть общая цель. Мы вместе идем к 3 миллионам подписчиков. Так, получается, что ребята, которые подписаны на канал, они тоже в нашей команде. Ведь они помогают нам дойти до нашей цели. Если ты хочешь тоже оказаться в нашей команде, просто сверни видеоролик и найди вот эту красную кнопочку подписаться. И нажми на нее. Только вместе мы сможем дойти до нашей цели. 3 миллиона подписчиков на канале Дюшес. Подписывайся, и ты точно об этом не пожалеешь. Так, пацаны, скидывайтесь на КМН. Кто первый, кто второй, кто третий. Так, пацаны, давайте. Раз, два, три. Третий. Да. Мощный. Раз, два, три. Ваня, первый участник. Так, Ваня. Держи. Удачи. Первый этап. В первом этапе у нас не будет никаких усложнений. Участнику нужно будет просто разбежаться и как можно выше прыгнуть. На самом деле, очень страшно прыгать первому, потому что я не знаю, как сейчас я сильно полечу, высоко или нет. И как больно будет ударяться сейчас твердую фанеру, я тоже не знаю. В общем, первым быть трудно. Так, ну что, Ваня, давай сосредоточься и прямо как ракета туда. Я сейчас разбегусь, прыгну и прилипну прямо как Человек-паук. Кстати, напишите в комментариях, если у вас, как и у меня, любимый супергерой это Человек-паук. Я готов. Так, стоп, стоп. Столько там? 100? Есть 100? Нет, нет, нет. Нет, Ваня, там даже близких не было. 60. Ну, для первого раза, я считаю, неплохо. Да, это для первого раза отлично, только, ребят, пожалуйста, не могли бы вы, не затруднит ли вас, а? Какие у меня. Это страшно. Ребята, это очень страшно. Ну, не больно, но страшно. Что, 60 баллов, в принципе, неплохо. Ромарио, давай. В этом состязании я не проиграю. Это 100%, поверьте в меня. Фух. Так. Что вы понимали? Одна рука чуть выше, она на 80, а вторая чуть ниже на 70. Это значит что? Это значит 70. Это значит 70. 70 баллов имеем. Первый прыжок, это довольно неплохо. С каждым прыжком опыт будет идти, наращивается темп, возможно, до сотки долетим. Ну, посмотрим. Не уверен, конечно. Так, ну что, ребята, моя очередь. Так как выяснилось, что этот костюм оказывает давление в эту часть, приклеил сюда скотч, надеюсь, что это реально как-то поможет мне, лишь бы не сделало хуже. Я не такой пластичный стал, но, в принципе, это пофигу. Я готов покорить 80. Я высокий, я выше, пацанов, у меня есть реальное преимущество. Но что-то вот как-то прыгать страшно, я вам скажу, реально. Маленько жутковато. Пусть здесь, конечно, уклон не прям вертикально, но вертикально мы не смогли бы запрыгнуть. Но как-то играет, я вам скажу, все. Так, ну все, пацаны. Давай. Ой, бодрячка наденьте, пацаны. Давай. Раз. Два. Три. Это 80. Мужчина, мужчина. Держит очень крепко. Я сам. Я, походу, сам. Поздравляю тебя с рекордом. Спасибо. Чтобы вы понимали, я не знаю, как у других ребят, у меня просто позвоночник чуть-чуть не высыпался в трусы в один момент. Когда вот так вот напрыгаешь, я тебе резко вниз и такой... И такой... 80 очков, я вам сказал, и это только первый этап. Сейчас я распрыгаюсь и буду вообще... Я не надену пакет с углем. Я тоже не хочу. Мне надо 90 прыгнуть, значит, в следующий раз. Ваня, тебе надо расти, знал, что прыгать 90. Второй этап. Второй раунд у нас практически ничем не отличается от первого, но я думаю, вы заметили, что пацаны прыгали в своих удобных кроссовках. А в этом раунде им предстоит прыгнуть вот в этом. Это туфельки. Да, это не кожаный Converse All Star выпущен в 2004. Похоже, что все решалось именно в первом этапе, когда мы прыгали в удобных кроссовках. И тот, кто набрал больше именно в первом этапе, тот, я думаю, и будет фаворитом. Потому что дальше уже прыгать высоко просто невозможно. Раз, два, три. Ну как? Ну как? Вань, ты так же прыгнул, как и в кроссовках, по факту. Ну, почти, чуть-чуть ниже. 50. 50 и 50. Все. Сложность в том, что очень трудно бежать в них быстро. Плюс ко всему, очень сложно было прыгнуть на батут в них. Это не очень удобно и вообще даже опасно. Поэтому я старался быть в этом прыжке аккуратным, поэтому получилось так низко. Но зато ноги целы, туфли тоже. Ты, походу, уже ходил до этого, да? Нет, нет. В кроссовках 60, в этих 50. Блин, на самом деле, это нормально. Я боюсь даже до 40, наверное. Я просто в флешмей упаду и все. Главное это, чтобы ноги целы и остались после такого. Ну, страшно, капец. Я представляю сюда. Очень страшно. Поехали. Давай, Романил! Отрезайся! Давай, 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 давай! Опа! 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 Давай, 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 давай! Опа! 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 Кого? Почти 80, Рома. Тебе вот так не хватило! Это результат! Проигрывать мы сегодня точно не будем. Подожди, подожди, Ромари, повеси-ка, мы посмотрим точно. Вот левая рука, она такое ощущение, как будто прям на 80. А правая рука за 80 ушла. Опа! Опа! На, подложи-ка палочку по пальцу по его. Ну, мне отсюда кажется, что нет. Нет, нет, нет. Чуть-чуть, вот столечка не хватило. Слушайте, ну на каблуках 70, да ну нафиг! Ромарио, как? Как ты это сделал? Это воля! Давай! Ну что, кто верил? Вы не прогадали. Это будет победа! Ребят, так как Ваня сейчас конкретный аутсайдер, то есть он последний, ему грозит наказание. Мне кажется, продолжать дальше это неинтересно. Давайте сделаем наказание и за второе место. Точно такое же, чтобы прям мясорубка была, да, Роман, жесткая? Прям в мясо, чтобы мы рубились. Это будет очень интересно. Получается, второе и третье место будет надевать пакет на голову и трясти головой. Ну что, ребят, моя очередь. Как сидят? Как сидят? Одинас, понял? Что за серьезная, блин, девчонка, а? А это нормально то, что меня вперед клонит, типа? Ну да. Милые дамы, как вы ходите на них? Объясните. Ну явно не так, как ты. Я опаздываю на работу! Нет! Хорошо, что это не надо, блин. У меня ноги реально прям мгновенно устали. Да. Как можно в них ходить вообще? У меня прям ик, и кола, и вот эти места прям сразу забились, офигеть. Подожди. Если ты собрался так прыгать на батон, то ты еще выше 30 дней не прыгал. Что ты делал? Так, ладно, мацаны, я готов. Раз, два. Нормально ты будешь на первый раз. Вперед! Раз, два, три. Посмотри-ка, верхний, по-моему, на 70. Да. Верхний 70, нижний почти 70. 60. Нижний 60. 60? Да. Отлично! Ну, пожалуй, команду 60. Я не знаю почему, прыгать страшно. То есть я прям в последний момент такой... И такой аккуратненько, такой раз. И уже не хватило силы просто вытолкнуться, потому что, ну, как бы я мало дал усилий этому. Но это вообще, это убийственная штука. Это только ноги на мать. Согласен. Мы с тобой сравнялись, знаешь, сейчас получается? У меня 80 и 60, а у тебя 70 и 70, да? Что бы это могло значить? Это значит только то, что я даю ему фору. Вот и все. Третий этап. Ну что, ребята, третий раунд. В первом раунде пацаны прыгали в кроссовках, во втором в туфлях. В этом раунде им предстоит прыгнуть босиком. Но есть одно интересное но. И это... Два килограмма лего. Вы представьте, насколько это больно. Стоит лишь просто наступить ногой, и это уже сравнимо с ударом мизинца об тумбочку. А пацанам нужно будет прыгнуть, оттолкнуться и напрыгнуть на стену. В этом раунде победит только самый смелый. И это, знаете, видели такой фильм Крепкий орешек, где он там бегал босиком, искал себе ботинки. И там был момент, где ему нужно пробежать по стеклу. Вот я сейчас как Брюс Уилли с крепком. Мне кажется, лего это жестче, чем теплой. Лего это жестче, чем угли. Это что-то нереальное. Давай, Валер! Раз, два, три. Давай! Давай, давай! Для этого тут и есть катка. Когда я прыгнул на Вега, оно стало очень скользким, и я подчеркнул вот так вот. Это было вообще жесть. Хорошо, что в каске. Я не ожидал этого. Если бы Ваня просто хотя бы упал бы и как-то вот так вот коснулся бы рукой, вот так вот бы, мы бы засчитали бы 10. Но он не коснулся, то есть он даже не добежал. Поэтому пусть перебежит, я думаю, это будет честно, реально. Раз, два, три. Давай, Валер! Папа! 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 Вань, ну... Это сложно! Как бы вот... Чпонь, шпонь... Чпонь, шпонь, шпонь... 40 баллов! Следующий балл где 30 прыгнет? Не знаю, но, наверное, я неправильно понял суть игры. Надо набирать очки, а не наоборот. мне куда-то в левую ногу прям нормально так заехал один из кубиков я боюсь я в детстве если честно как-то по приколу пробежал по лего пострадал но думаю это меня закалило сколько там максимально спорный момент я прям на него наступил под конец прилип когда я такой висю и у меня ноги гореть начинают такое вот оно пришло роман ну там было спорно но естественно мы не будем придираться пусть будет 80 баллов это да 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 что-то пацаны мне закошмарили очень жестко ваня вообще упал ромарио аж на 80 прыгнул я когда в кроссовках 80 прыгнул это было реально тяжело прямо реально тяжело я думаю 70 нормальный результат будет раз мне нравится но мне тебя жалко одновременно ребята я сейчас в отстающих я не хочу четвертый раунд сейчас все расставит я буду рубиться до последнего это правило этого этапа таковы дается первый свисток ребята начинают закидывать участника шарами спустя три секунды дается второй свисток и участник начинает бежать он будет максимально дезориентирован и давайте посмотрим кто все же победит есть результат парни это 60 да да это 60 это 60 неплохо а это значит что что я буду предельно стрелять я буду предельно прыгать с а а и и остается надеяться что андрюха сейчас сиганет на семидесятку если нет страшно будет чтобы просто сравняться с ромой мне нужно набрать 90 90 еще ничего не набирал андрюхан спешу тебя расстроить я очень это было достойно чувак ну чё проиграли с ваней получается надо делать наказание на самом деле я бы не сказал что мне дезориентировали эти шарики но в последний момент почему-то прям перед батутом я как-то чуть сильно отвлекся короче на них и все я уже потерял концентрация уже не видел куда прыгать на 90 прыгнуть на ровсе нереально нужно либо батут короче прыгучий чтоб был либо фиг знает на шарики не больно приезжаешь после меня прям я так почувствовал хорошо так ну и наша любимая это на как может он сливается за стеной и А что за морщины в районе? Это он так морщился сильно. И давайте я. У него черные волосы. Черныш, да, такой? Два лоха перед вами. Мужчины. Мы сказали, мы сделали. Проиграли, выполнили. Вот так вот у нас заведено на канале Дюжес. Ребят, надеюсь, вам понравился видеоролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Это такой безус, только начало. Спасибо большое за просмотр. Всем глазослеза. Пока.